Строить дома по суцепотеке планируют в пригородных поселках, а также в районе улицы Хадит-Акташа. Но, например, в Залесном непроложенной сети нужна дорога до Казани. На Хадит-Акташа, прежде чем начать строительство, нужно выкупить земли участников. Есть свои сложности и в Юдина. Основные проблемы. Недостаточная развитие инженерных сетей, большой объем сноса аварийных жилья и переселений граждан из жилых домов ранее подведомственных РЖД. Техническое задание на проектированную вторую очередь от ГЖФ на сегодня не выдано. Мы передали огромное количество земель в ГЖФ, и они, к сожалению, в подавляющей большинстве пока не используются. Мы договорились с Талгат Медхаджем о проведении совместной работы уже в боль по каждому участку. Нет легких площадок, где заходи и строй. Как заявил мэр, в эту среду городские власти и ГЖФ должны сообща расписать работу по каждому участку. Большая работа в этом году предстоит и по возрождению исторического центра Казани. То, что уже сделано за последние два года, в мэрии назвали прорывом. Из 331 объекта 287 уже привели в порядок. Главная забота этого года — вернуть к жизни пивоварню Петсольда на улице Тукая и гостиницу дворянского собрания. Этот объект культурного наследия федерального значения сейчас больше напоминает руины. С восстановлением пивоварни и гостиницы сильно затянули, признался мэр. Гостиница дворянского собрания, когда сложный объект, очень крупный, очень большой, но по нему уже есть так или иначе понимание. Второй объект, который достаточно крупный и большой, это пивоварня Петсольда. Противоаварийная работа уже там закончена. Достаточно сложно прогнозировать сроки восстановления этих объектов. Но важно не только возродить центр Казани. Нужно, чтобы эти перемены были востребованы. Нужно, чтобы внутренняя жизнь тоже кипела. Чтобы можно было зайти, будь то ресторан, кафе, какие-то другие объекты. В целом наша задача, чтобы обязательно было и желание пеших прогулок по историческому центру.